Здравствуйте! Вот жил-был во времена Великой Октябрьской революции мальчик такой Алексей Еремеев. Сложной была у него судьба, папа с мамой расстались и вообще как-то вот, ну понимаете, гражданская война, ТИФ, всякие болезни, в общем, хорошо, что все живы в конце концов остались. Прошел он трудный путь, Алексей Еремеев, в том числе занимался, простите меня, грабежами, склады грабил, потому что есть было нечего, ребенок был. Ну, попал он в конце концов в надежные руки ЧК и его отправили на перевоспитание в школу имени Достоевского, Шкид, Республика Шкид. Он потом эту книгу-то и написал. В школе имени Достоевского его все прозвали Леонид Пантелеев, потому что в ту пору был знаменитейший такой разбойник. Он такой же почти знаменитый был, как разбойник Кудеяр, о нем легенды ходили, до сих пор, кстати, ходят, в том числе и литературные легенды. Он был такой благородный разбойник, он грабил Непманов, он никогда не грабил государственные учреждения. Придет, бывает, к Непману на какой-нибудь праздник, всех поздравит их с днем рождения, что они там празднуют, аккуратненько всех оберут, ограбят. Он выпьет с хозяйкой или с хозяином, кого там отмечают день рождения вина, поблагодарит их и уходит. Кстати, говорят, частью награбленного он делился, он отправлял, например, перевод в университет. Вот там посылаю вам 100 червонцев, пожалуйста, раздайте их нуждающимся студентам. Вот он так помогал Петербургскому университету, Политехническому институту. Вот такой был Леонид Пантелеев, такой вот впечатляющий разбойник, между прочим. Про него и литература всякая есть. В фильмах он неоднократно в советских появлялся, но, естественно, он там был не очень положительный, хотя эффектный был разбойник. Так вот, самое-то интересное, ну, в конце концов, разбойника-то этого убили, само собой. Куда же деваться-то? Налетчик, разбойник. Но самое-то интересное, что слава-то его совсем недавно вышла за пределы нашей любимой Родины. В Америке готовится к выходу фильм. Там играет Стетхэм, да? Знаете, такого сурового? Фильм-перевозчик, адреналин, вот такой вот, такой герой боевиков наш современный. Так вот, в этом фильме он повторяет одну из, как бы сказать-то, историй, традиционно связываемых с нашим Леонидом Пантелеевым, Ленькой Пантелеевым. Вот. А история такая, как-то говорят, это так было, я читал так в советской книжке про него. Может быть, выдумка. А какое сегодня число, говорит он? Ну, говорит, 22-й, Лень. Говорит, запомнят менты этот день, и утром в разных уголках Петрограда нашли 22 убитых милиционера. И вот в этом фильме, оказывается, вот я как-то рассказываю одному специалисту по американскому кино эту историю про нашего Леонид Пантелеева. Он говорит, сколько, сколько, 22? И говорит, там такая же сцена есть. Стетхэм спрашивает, какое сегодня число, 22-й. Запомнят копы этот день, да? И обещает убить 22, значит, копа. Вот. Вот, оказывается, как вот, наша внутренняя совершенно, уже забытая, теперешняя молодежь-то не помнит Леонид Пантелеева, да, того знаменитого налетчика. Забытая эта история, вот теперь попала в голливудский сюжет, она там на американский манер с британским актером. Вот так вот. Ну, а вообще-то, говоря, преступник, конечно, он был разбойник, и быть благородным разбойником, это здорово для кино. Но, вот, и воспроизводится, кстати, в кинофильмах всегда благородные разбойники, очень здорово, во всех странах это любят. Помните, Зоро, всякие другие благородные разбойники в Америке были, вот, братья Унгерны, например, да? Они параллельно сочетали в себе и политику, они были, как бы сказать, партизанами-южанами, да, после победы северян в войне. Ну, и просто грабили банки. Вот такие вот были ребята. Ну, вот, я вам про кино рассказал. Разбойники в кино. И вот теперь наш советский разбойник попал в американское кино. Спасибо вам большое за внимание, всех вам благ, до свидания. Здравствуйте. Дело было 14 ноября 2009 года, была суббота. И вот я купил газету, коммерсант, коммерсант Дейли его так раньше называли, ежедневный коммерсант. И там, в этом субботнем номере, рассказывалось о том, как накануне, в пятницу 13-го, где-то там в глуши взорвался склад боеприпасов старых. И внизу была статистика, сколько, начиная с 2000-го года, вот за 10 лет, в России произошло взрыв вот этих самых складов боеприпасов. Это боеприпасы старые, лежат сложенные, их же не выбросишь, правда, это же не пустая бутылка, это взрывоопасный предмет. Вот и поэтому их карауль-то храняют. И тогда боеруты взрываются. И вот, значит, это статистика, даты, даты и места взрывов. Места взрывов меня не заинтересовали, а вот даты впечатлили. Среди этих дат, во-первых, оказалось из 10 дат. 4 пятницы. 3 дня были 13-е числа, 2 дня были 22-е. А я, знаете ли, я вот как-то вот так вот склонен к теории вероятности. Вот, знаете, тот любимый мой раздел математики, это вот теория вероятности и математическая статистика. Так уж получилось. И я обязательно посчитал, с какой вероятностью это могло быть случайно, да? Ну, вы понимаете. Ну, вы понимаете, например, если вы подбрасываете монетку один раз, то случайно выпасть орел может с вероятностью 1-2. А если вы подбросили, скажем, 2 раза, то 2 раза орел выпадает уже с вероятностью только 1-4. А из 10 раз, все 10 раз орел, это 1-1024. Так вот, тут оказалась следующая вещь. Что вот из 10 таких вот взрывов, 4 взрыва могли прийти на 13-е число с вероятностью примерно 0,003. То есть почти то же самое, что подбросить 10 раз монетку, и чтобы 10 раз выпал орел. Это тоже бывает, но тем не менее. 4 пятницы. Пятница встречается в году гораздо чаще, каждый седьмой день, честно говоря, пятница. А 13-х чисел в году всего 12. Так вот, 4 пятницы могло случиться. Это примерно вероятность, что это случайно было, 3%. Ну, вот, как сказать-то вам, настораживает это все. С 22-ми числами тоже не намного легче. Где-то 4% вероятность того, что среди этих 10 взрывов могло 2 получиться 22-го числа. Про неприятность 13-го числа все знают. Ну, нехорошее число, там, дюжина там какая-то нехорошая, чертова, да? А вот 22-е, вот знающие люди, знающие это немножко в кавычках, знающие науку, и наука тоже это в кавычках, нумерология называется. Вот они утверждают, что у числа 22-го числа у нее есть какие-то свои мистические нумерологические свойства. В частности, они приводят пример. Был такой Адольф Гитлер, значит, преступник. И, более того, он еще был поклонник всех этих вот оккультных наук, астрологии, нумерологии. И, говоря, что он неспроста, из всех дней, когда вот минимальная продолжительность ночи и максимальная продолжительность светового дня, он выбрал именно 22-ое июня для нападения на СССР. Именно благодаря тому, что вот это 22. Ему очень вот по нумерологическим понятиям нравилось это число. Ну, как все это прокомментировать? Вы знаете, в конце концов, я ведь, в общем-то, материалист в этих отношениях. И всю эту нумерологию я не верю. И не только как материалисты, я не верю, отрицаю нумерологию, но как и просто верующий человек. Христиане, мусульмане, иудеи, они отрицают вот такого рода колдовские всякие штучки. Астрологии. Нехорошо это как-то? Ну, вот, может быть, случайно так получилось. Я бы с удовольствием вот это вот рассказал бы не вам, а на страницах научного журнала, но боюсь, что не поймут. А вам, в конце концов, ну, я пошутил, ну, вот, ну, вот, ну, в общем, пошутил, но вы все-таки имейте в виду, что вот такое вот место имеет быть. Всех благ, удачи вам. Здравствуйте. Есть такая дивная наука аналитической геометрии. Ну, вообще-то можно ограничиться словом геометрия. И вот раздел ее, стереометрия, изучает всякие хитроумные поверхности. И есть среди них поверхность, которая называется гиперболоид. Вот то, что на картинке вы видите, это такая вот воронкообразная поверхность. Она на самом деле вот бесконечно в обе стороны уходит. Это, так сказать, ее, как бы сказать, срез, да, в районе горла, в самого узкого места. Это называется однополосный гиперболоид. Я, чтобы вот, все-таки у нас образовательный канал, формулу даже вам покажу, да, видите, такое изящное уравнение. Если справа, где единица будет не единица, а минус единица, это будет называться двухполосный гиперболоид. Тогда это будет не вот такая вот воронка, а две таких вот, как бы, так сказать, чашечки. Одна сверху, другая снизу, а между ними пустое место. Так вот, гиперболоид, так уж получилось, в нашей российской культуре он воспет. Вот, неоднократно. Ну, во-первых, о двухполосный гиперболоид воспел Алексей Николаевич Толстой в романе «Гиперболоид инженера Гарина». Там вот форму этой вот чашечки гиперболоида имело зеркало у него в его гиперболоиде. Ну, правда, знающие люди, знающие оптику люди утверждают, что там, говорит, вообще-то немножко Толстой-то напрасно использовал слово «гиперболоид». На самом деле он там описывает параболоид. Но дело не в этом. Гиперболоид, параболоид. В книгах получился хороший фильм и еще лучше, прямо скажем. А вот этот самый однополосный гиперболоид, его, скажем так, воспел в своих работах инженер Шухов. У него этих самых фигур, которые называются гиперболоид однополосный, есть удивительные свойства. Вот вы можете поверить, что к этой вот кривой-кривой-прикривой фигуре можно прислонить, так сказать, линейку определенным образом. И окажется, что эта линейка вот к ней вот по всей своей длине, как бы сказать, прилипнет, подойдет. Несмотря на всю свою кривизну, есть некие сечения у нее, где в сечении получается идеальная прямая линия. И не только у таких фигур. Есть еще вот эдакая вот седловина, это называется параболоид гиперболический. И вот у этого параболоида гиперболического такая же вот свойство замечательное. Прямую приложили, и она по всей длине идет. Так вот, инженер Шухов, он на это дело глядя, научился строить всякие гиперболические поверхности из прямых линий. Вот, пожалуйста. Ну, вообще напоминает очень, так сказать, Шуховскую башню в Москве телевизионную. Но это не она. Действительно, она похожа. Шухов много таких понастроил башен. У него были мачты линкора такие. Ну, линкор уже давно на металлом разобрали. Была водонапорная башня в городе Коломна, в других городах. А вот это вот опора линии электропередач, такая грандиозная опора, на которой раньше перебрасывалась электрическая энергия, электрический, значит, как ЛЭП, ЛЭП, линкоропередач через Волгу, недалеко от Нижнего Новгорода. Их совсем до недавнего времени было две таких опоры. Вот, одну разобрали на металлолом, говорят. Да, и вот возмущение это вызвало, между прочим, знаете где? Вот вы не поверите. Это вызвало возмущение в Германии. Вот такое вот искусство, его можно так с некоторой натяжкой назвать конструктивизмом. В архитектуре, в других, во всех вещах. Так вот, немцы обожают конструктивизм. Дело в том, что в те годы, в 20-е годы, Россия и Германия были впереди планеты всей в области конструктивизма. И вот Гитлер его не любил, некоторые здания он разрушил, потом бомбежки делал до канали. А в России они остались. В России Сталин их тоже не любил, но не разрушал. А бомбежки были не такие большие, как в Германии. И они у нас остались. И вот москвичам эти здания не нравятся, и в том числе эти башни не очень нравятся. Башни, башня какая-то. А вот на самом деле это произведение искусства высокого. Вот необыкновенные совершенно вещи. Так что приглядывайтесь внимательно к таким объектам. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Всех благ. Здравствуйте. У нашего замечательного драматурга Островского есть такое замечательное произведение. «Лес». Такая вот у него пьеса. И вообще Островский был театральный деятель. Он начальником был большим в Малом театре в Москве. И он по этому театральную жизнь очень разбирался. И у него часто очень персонажи были актеры. И вон там два актера счастливцев и несчастливцев. Несчастливцев трагик. А счастливцев комик. И вот идут они в лесу по дороге. Встречаются там. Рассуждают о жизни. О театральной судьбе. И несчастливцев жалуется счастливцеву. Говорит, что вот трагиков сейчас настоящих нет. Нет. Вообще сейчас в наше время трагика это уже не амплуа. Оно не существует. Вот таких вот трагических ролей. Чрезмерно пафосных. Сейчас уже нет. Сейчас даже трагедия играется как драмы. То есть поближе к человеку. Нет такого пафоса древнегреческого. Но это не важно. Вот, говорит, сейчас в комике много образованных пошло. А ты вот в трагике попробуй. Ну, понятное дело, в ту пору образованные люди тоже были недостаточно востребованы. И шли в комики, в театр. Комедию отломать каждый умеет. Так вот, очень интересный факт. Факт, так сказать, статистически значимый. Факт такой, что вообще-то говоря, очень много актеров. Амплуа которых был, ну, скажем так, комик, клоун даже лучше сказать. Они вполне адаптировались в качестве актеров драматических. Для них не было проблем. Ну, вспомните у нас Юрий Никулин. Это же театральный, это цирковой клоун, простите. Как это называется? Коверный клоун это называется в амплуа. В комедиях играл, всяких балбеса играл, да? И потом уже он играл в совершенно драматических фильмах. Такой очень серьезной, драматической роли. Выдающейся, кстати говоря, роли. Так вот, обратного процесса в истории человеческой культуры нашей не замечено. Не было такого, чтобы человек, вот, драматический актер, а потом пошел в клоуны, стал комиком. Нет такого. Вот нет и все. Вот не знаю, какое такое свойство. Вот какая-то такая система, что-то типа ниппеля. В одну сторону преобразование возможно, а в другую сторону невозможно. Кстати говоря, словечко клоун у нас есть в русском языке. И слово шут. Вот когда мы читаем или у нас ставят в театре Короля Лира бессмертную трагедию Шекспира, так вот там есть такой персонаж шут. На самом деле в английском тексте он называется клоун. Клаун. Вот эти самые клоуны в западной культуре. Ну, вообще-то у нас клоун это такой весельчак, смешной объект. Очень любимец детворы. Дети его любят, они с ним любят фотографироваться в фойе цирка. Это вот такой вот у них, так сказать, приработок у клоунов. Фотографироваться с детьми во время антракта. А у них, у них, я имею в виду в Соединенных Штатах, я сужу, конечно, не по Соединенным Штатам, а по американским фильмам. У них есть даже такая фобия, клоунофобия. Люди боятся панически клоунов, они не выдерживают, им становится плохо при виде клоунов. Фобия, фобия, это называется медицинское расстройство такое. Клоунофобия. Говорят, что здесь все дело в принципе некотором. Вот в американской психологии, психике американского человека, у него клоун ассоциируется с неким обманом. Какие-то вот европейские средневековые, так сказать, мистерии, в которых вот такое вот преображение некого такого вот без лица человека, смешливого клоуна и садивая в душе злого на самом деле. И вот видите, вот вроде бы наша культура очень близки, мы любим смотреть американские фильмы, но вот отношение, оказывается, к такому простому объекту, как комик, у нас и у американцев совершенно разное. Вспомните, сколько много фильмов есть, которые есть, посмотреть, где клоун – это некий объект ужастика, некое существо, творящее зло, оживший клоун, кукла или вообще что-то в этом роде, преступник-клоун. Вот такие вот вещи. Ну, спасибо вам за внимание. Всего вам доброго, до свидания, всех благ. Здравствуйте. Есть такая пословица, что я попытаюсь воспроизвести своими словами, что плохо, когда пироги начинают, так сказать, печь сапожник, а сапоги точать пирожник, что ничего хорошего не получится. Это, скажем так, эпиграф будет тому, что я сейчас расскажу. Известен случай некий в истории техники. Лучше сказать, в истории производства огнестрельного оружия. В Соединенных Штатах огнестрельное оружие – это такой, так сказать, культовый объект. И вот существует некая достаточно известная, популярная распространенная винтовка. Винтовка охотничья, которую активно охотники покупали. И вот на эту фирму, которая производила эти винтовки, пришли новые менеджеры. Понимаете, менеджеры, да? Менеджер звучит гордо, помните? У нас теперь тоже не так давно появилось это слово менеджер. Эти менеджеры не были инженерами-оружейниками. Они были менеджерами. Они знали, как сделать товар выгодным, да? Прибыльным. И они эту винтовочку немножко усовершенствовали. Лишнее что-то убрали. Что-то там, что нельзя убрать, упростили. Получилась винтовочка не совсем хорошая. Народ, покупатели, винтовок не охладили. Она вышла из моды. И пришлось принимать огромные усилия, делать ребрендинг. Вернулись практически к старой модели. Потеряли кучу денег, потеряли покупателей. Сделали ребрендинг. Новые названия придумали, потому что тем названием уже никто не стал покупать. Испортили потому что. Вот какая ситуация. То есть реформой вот этого оружейного бизнеса, реформой производства одной отдельной винтовки, занимались не оружейники. А теперь вот у нас. Я к чему уклоню. У нас сейчас происходит некая реформа высшей школы. Появляются такие слова. Бакалавриат, магистратура. Теперь у нас набирают людей в бакалавриат. Будут учить 4 года. А после этого только начнется магистратура. Когда... Что при этом происходит? Обратите внимание. В бакалавриате нет старших курсов. 4 года. И поэтому всякие такие вот учебные дисциплины, которые называются обычно специальными, спецкурсы, ну, профессиональное уже обучение, которое в старших курсах преподается, его теперь не будет. Педагоги, преподаватели, проще говоря, которые учили этим дисциплинам, они будут невостребованы. В течение, простите меня, лет 4. Представляете, какой ужас. Не надо думать, что они вымрут. Ну, боже мой, наш преподаватель не вымрет. Не вымрет. Он придумает себе какое-нибудь занятие и будет зарабатывать лучше, чем зарабатывать сейчас. Более того, ему это поможет открыть в себе новые грани, да? Новые стороны своего, так сказать, таланта и мастерства. Будет он там точать сапоги и печь пироги, если нужно, и будет зарабатывать не хуже. Но, кто будет через 4 или 5 лет учить в магистратуре, вот в чем дело-то. По-моему, это очень такое неудачная вещь. Меня это вот лично касается, поэтому я бурчу, рассказываю вам. Так что, если я что-то проявеличил, вы не обижайтесь. Есть, правда, и положительные примеры подобного вмешательства. Вот во время Второй мировой войны тем же самым Соединенным Штатам нужно было в огромном количестве производить транспортные суда для перевозки грузов в Англию и к нам сюда в Россию. А их надо очень много делать, потому что их верфи делают, а немцы их топят. Подводные лодки, самолеты топят, и все. Что делать? Значит, обратились к специалистам-радиоинженерам. Дело в том, что на тот момент в радиопроизводстве было как принято. Из отдельных блоков собирался радиоприемник. Вот усилитель, вот блок питания, вот еще там что-то такое. Все это на одно шасси, тогда это называлось шасси, устанавливается, соединяется. Проверили, запустили, и все, готов радиоприемник. Быстренько, по отдельным узлам. И вот эти радиоинженеры, глядя на этих радиоинженеров, был организован производство такой из блоков кораблей. Корабли, правда, получались не очень хорошие. Они на волне ломались по этим местам, стыкам-то. Но зато их много делалось, очень много произвели. Пароходы типа Либерти, они назывались тогда. Ну вот это пример удачный, но с некоторыми оговорками, правда? Так что все-таки лучше каждому заниматься своим делом. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго, удачи, до свидания. Здравствуйте. Вот один философ, наш современный философ, россиянин, преподатель философии, я их так называл философом, он как-то раз высказал такую мысль. Вот я, говорит, посмотрел, говорит, оскароносные фильмы. Ну, сейчас можно купить диск там вот с последними оскароносцами посмотреть. И они мне ни один не понравились. Вот почему так? Поставил он вопрос. На первый взгляд вообще вопрос совершенно глупый, да? Типа на вкус и цвет товарища нет. Ну, мало тебе чего не понравилось. А на второй взгляд, просто очень умный и глубокий. Действительно, а почему никто не поинтересовался, что вот ему, характерному представителю наших интеллектуалов, оскароносный фильм не понравился? Вот, скажем, если какая-нибудь система бышцевого питания, как это называется, фастфуд, да, выходит на рынок, наверняка она интересуется вкусами местного населения, правда? Вот, ведь они у нас разные бывают. Это зависит от нашей, так сказать, кулинарной культуры, кулинарной предыстории. В конце концов, если речь идет о кормлении, ну, не только вот людей, но и животных, ну, да, вот, что-то вот животному нравится, а человеку не нравится. Да, разные физиологии у нас с ним, да? Он любит, а мы не любим. Вот. Так сказать, медведь рыбу какую есть, знаете, да? А нам такая рыба не очень нравится. Тухлая есть рыба. А нам не очень нравится. А ему очень нравится. Хотя медведь вроде тоже, в общем, млекопитающая, тоже как мы, всеядная. Да, да, но вот какая-то разница есть. Я к чему клоню. Исследования тут нужны, правда? Когда какой-нибудь продовольственный товар выбрасывается на рынок, проводится исследование. Вот пример цифровой. В нашей стране, если изо всех сил, если будет хороший урожай и хорошие цены на мировом рынке, то наша страна может продать за рубеж зерна на 5 миллиардов долларов. А вот наш внутренний рынок кинопроката, порядка 1-1,5 миллиардов долларов, в области производства зерна, у нас есть научно-исследовательские институты, которые занимаются исследованиями, так сказать, генетики, физиологии растений. Институт физиологии растений такой есть. Исследуют агротехнические приемы. И это правильно. А ведь такой крупный бизнес, почти такой же, как бизнес по производству зерна. Ну, 20% от него. Это крупный бизнес. А почему-то в нем нет такой науки, которая сравнивает наши вкусы и вкусы западной аудитории. А, кстати говоря, наука точно простая. Смотрите-ка. Что-то вы измерили дюймовой линейкой. Представляете, да? Ну, скажем, рост человека дюймами измерили. У одного, у другого, пятого, десятого, двадцатого. А потом у них же измерили чем? Сантиметровую линейку. Так что получится? Ну, вообще-то говоря, получится, что вы, зная их рост в дюймах и в сантиметрах, можете коэффициент пересчета определить. Правда? Ну, так вот. Так вот, оказывается, у нас в интернете множество сайтов, на которых люди дают свою оценку фильмам. Ну, там, причем, так сказать, агрегатная дается оценка по целому большой выборке, много данных там о прокате, о вкусах, о внимании вот этих вот синефилов, любителей кино к тому или иному произведению искусства. И вот, оказывается, в принципе говоря, если нашим понравился фильм, то, в общем-то, и американцам понравился этот фильм. Тут такое соответствие есть. Но! Но есть исключение. Вот им он не очень понравился. А нашим так понравился. Был такой фильм про наркоз. Как оказывается, вот когда человек под наркозом, вот, бывает, на некоторых он не действует, он все вот это вот чувствует. Вот нашим он много сильнее понравился, чем американцам. Видно, у нас это чаще, что ли, случается? Или что-то нас это волнует тема сильней? Ну вот, сильней, наверное. То есть, вот такое вот исследование, совершенно элементарное с точки зрения математики, с точки зрения прикладных методов, оно, например, позволит отфильтровать те темы, которые нам наиболее интересны. Берете дешевый американский фильм и задорого продаете нашей публике, да? То есть, задорого, что много людей посмотрят его. Ну, вот видите, как интересно, на самом деле, все это дело наука. Должны быть исследования здесь. Спасибо вам за внимание. Всех благ вам, до свидания, удачи. Здравствуйте. Вот есть слово такое, балл, два л на конце, да? Балл, оценку, которую ставят студенту, да? Вот особенно характерны оценки, вот принятые у нас. Ну, как у нас там? Удовлетворительно, неудовлетворительно, хорошо, отлично, два, три, четыре, пять баллы это называется. Так вот, примерно по такой же системе, ну, такая не совсем количественная оценка, правда? Оценивается, скажем, волнение на море, баллы волнения на море. Или ветер, шкала Бафорта. Это еще начало 19 века шкала такая была. Ну, кстати говоря, шкалу Бафорт легко перевести в нормальную, да? Есть понятие такой скорость ветра, правда? Ну, чем баллы больше, тем и скорость ветра больше. А так, ну, а так обычно по приметам. Тогда еще в начале 19 века таких вот способов аппаратного измерения ветра-то не было. Ну, понятно, что прибор очень простой, он быстро очень появился, но тогда, тем не менее, это вот, ну, вот, штиль, крепкий ветер, тут вот срывает барашки с волн, вот эти вот беленькую пену такую. А вот он рвет паруса, там, или там ветер прижимает к земле дым, да, вот, так сказать, костра или из печи, которая идет. Вот такие вот качественные оценки. Как мы, когда ставим студенту оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», вот в таком же примерно духе все это происходит. А вот гораздо интереснее баллы землетрясений. Помните, есть такая шкала Рихтера? Сейчас это очень популярно в связи с мощным землетрясением в Японии, например. Шкала Рихтера, знаете, что это такое? Сейчас я вам объясню. А это, оказывается, десятичный логарифм отклонения иглы, иглы, да, сейсмографа, находящегося на расстоянии не больше 400 километров от эпицентра землетрясения. Вот так вот сказано, да. Причем отклонение этой иглы сейсмографа, там что-то такое в микронах оно, да. И вот это надо еще десятичный логарифм взять. То есть, вот, например, 8 баллов, да, 8 баллов, это значит 10 восьмой микронов, да. Это значит очень большое отклонение, правда? 10 восьмой микронов – это 100 миллиметров. 100 – очень большое отклонение получается, да, в микронах. Да, большое очень отклонение. Гораздо интереснее, она, так сказать, более физически естественная. Шкала японская. Я боюсь, что я неправильно произношу японскую фамилию, так что извиняюсь, но попробую озвучить ее. Шкала Никамори. Вот как-то так. Шкала очень интересная. Там, значит, так говорится. Фактически, эта шкала излагает нам энергию землетрясения. Считается площадь тех разрывов в земной коре, которые возникают, их глубина, да. То есть, понимаете, вот разрыв произошел, то есть, произошло разрушение, так сказать, породы. Энергия. Энергия, которая пошла на вот такое его рода разрушение. Кстати говоря, энергия землетрясения совершенно колоссальна, да, совершенно абсолютно не укладывается ни в какие вот мыслимые представления с человеком связано. Человечество, даже если оно взорвет все свои атомные бомбы, которые есть только у человечества, и водородные тоже, то, ну, раз стоит и будет слабее, чем энергия какого-нибудь тривиального землетрясения. Ну, сильного землетрясения, конечно. Вот, представляете, какие огромные энергии. И более того, а это ведь только та энергия, которая проявилась в виде разрушения земной коры. А коэффициент полезного действия, он ведь не очень большой. Ты еще добавьте в сто раз. Знаете, какие огромные энергии вращаются у нас в нашей земной коре. И заметьте, вот как ни странно, мне это долго казалось странным, но мне знающие люди объяснили, что так оно и есть. Сейсмическая активность в истории Земли не убывает, а нарастает постоянно. Мне очень долго повторять сейчас аргументы, которые мне приводили в доказательство этого факта, но это так оно и есть. Но, правда, нарастает она, так, характерное время, там, десяток миллионов лет. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте. А технологии с использованием лазеров, они вообще-то вот вошли в нашу жизнь и в наш быт очень-очень плотно. Да. Дети покупают лазерные игрушки, такие лазерные указки. Да, это совершенно такой вот элементарный объект теперь стал. Лазерный принтер. Знаете, что это такое? О, это очень интересная вещь. Наверняка не знаете, как работает. Работает он следующим образом. Есть у вас валик. Валик, наверное, он из Селена. Селен такой есть элемент. И вот этот валик электролизуется. Электролизуется. Захотелось вам на этот валик нанести изображение некоторое, да? Что значит нанести изображение? Вот к электролизовавшемуся валику, на электролизованному валику, к нему, так сказать, порошкообразная краска прилипает, пристает, да? Ну, вы понимаете, как на электролизованной палочке пристает, прилипает там пух. Или та же самая пыль. Тонер это называется обычно. Прилипает. А там, где не нужно вам, чтобы было черное изображение, там не нужно его электролизовать. Так очень просто. Сканирует лазером поверхность валика. Там, где краска будет не нужна, там пух, посильнее сигнал. Заряд снимается, да? Заряд просто, наоборот, заземляется благодаря этому лазерному излучению. И все. Вот так работает, например, лазерный принтер. Есть еще одна проблема. Чувствительный экран. Знаете, такой, так сказать, сенсорный экран. Не все его любят. Значит, его некоторые потребители не любят, потому что на нем всегда остаются следы от пальцев рук. Да? Ну, вот такие не совсем чистые, может быть, немножко жирные пальцы. И сразу видно, вот у тебя твой гаджет. Как это называется? Гаджет, да? Например, ноутбук с чувствительным экраном или телефончик. Он весь заляпанный. Неприятно. Вот. А еще одна нелюбовь к нему у производителей. Дело в том, что для производства используются электрические контакты, прозрачные. А вот чтобы сделать электрические контакты, нужно сырье особенное, там, редкие металлы, которых мало. И они скоро кончатся на земле. Нужно выход искать какое-то с положения. Так вот, выход с положения нашли с помощью лазеров. Причем очень простой. Представляете, какой выход? Вот в этом гаджете, где проводящий экран прозрачный, когда вы рукой прикасаетесь к экрану, что происходит? Течет ток. Высокочастотный. Ну, слабенький. И он этот самый гаджет чувствует, в каком месте вы приложили. Это простая задача из курса, так сказать, средней школы. В зависимости от сопротивления, по вертикали и по горизонтали, в разные места вы, когда к пальчикам прикоснулись, у вас разный, получается, ток идет. И таким образом он определяет вашу координату пальца на экране. А другой способ замечательный, это лазерный. Очень простой. Вдоль экранчика устанавливаются малюсенькие-малюсенькие светоизлучающие лазерные диоды. Естественно, инфракрасные. Бояться их не нужно. У нас эти пульты управления инфракрасные. ИК-вход, знаете, есть у компьютера. Вот он для обмена информацией, скажем, с мобильным телефоном через ИК-вход. Ну и, соответственно, ИК-выход есть. Вот инфракрасный лазер там светит, промодулированный. И тут тоже, так сказать, сетка. Инфракрасные лазеры по горизонтали светят, по вертикали. И вы пальчиком касаетесь, не прижимаете к экрану. Вам не нужно вот этого контакта. Просто так прикоснулись, пересекли эту линию. И он уже знает, что вот вы. Ну как в метро, когда проходите фотоэлементы. Так и тут пальчиком коснулись, он уже знает, где вы коснулись. Вот здорово как. Вот от чего дошла лазерная техника. Ну, бесконечно высокие, скажем так, применение лазеров в технологии. Металлические листы краят теперь лазерами. Кстати говоря, тоже полупроводниковыми. Но, конечно, совсем другой мощности. И к пятополупроводниковому лазеру мощного. По волоконному световоду в нужное место подходит свет. Да, и вот этот кончик световода движется и вырезает из куска металла какое-нибудь изделие. Представляете, как здорово. Да. Ну, спасибо вам большое за внимание. Всех вам благ. До свидания. Удачи. Здравствуйте. С 50-х годов 20-го века в физике существует такой раздел. Квантовая электроника. Квантовые генераторы. Первыми такими квантовыми генераторами были мазеры. Лазер. Знаете, что такое лазер? Лайт. Лайт свет. Вот отсюда лазер. А это мазер. Микроволновый. Микроволновый генератор. Микроволновый генератор. Это были первые лазеры. Принцип лазера очень простой. Значит, вот у этих мазеров. Мазеры первые делались на аммиаке. Молекулы аммиака, знаете? NH3. Н азот и 3 атома водорода. А молекула такая большая. У нее много очень колебательных степеней свободы, вращательных. Таких степеней свободы с маленькой энергией. Как раз с энергией, лежащей в радиодиапазоне микроволновом. Так вот, оказалась интересная вещь у этого самого взаимодействия, это излучение с веществом. Оно не только поглощается в веществе излучения. Она, оказывается, может это вещество заставить излучать. Это называется вынужденное излучение. Попалась у вас молекула в возбужденном состоянии. Возбужденная энергия в возбуждении какая-то определенная. Е. И тут пролетает квант света. Именно такой энергии, точно, аккурат в аккурат. Он пролетает мимо. Молекула видит, так говорит, какой квант летит. Такой же, как у меня. И тоже сгоряча излучает. Да, как сказать, бросает чепч. Приветствует его, как бы сказать. Вот это называется вынужденное излучение. И на этом вынужденном излучении вот эти всякие мазеры, лазеры, они-то и построены. Первые квантовые генераторы были мазеры радиодиапазона. Это очень просто. С микроволновым излучением работать было легко. Гораздо сложнее с оптическим излучением. Так вот, мазеры существуют не только здесь у нас в лабораториях. Они существуют в космосе. В космосе есть огромные, огромные, во много световых лет, облака, но очень сильно разреженные. Молекулы органических. Там у них аммиак есть, есть всякие там муравьины, альдегиды, еще чего-то. Простейшие органические соединения. У них как раз много вот этих степеней свободы. И среди них, если кто-то их слегка возбуждает, излучение звезд горячих. Много атомов, много молекул в возбужденном состоянии. Это называется инверсная заселенность. Пролетает квант с подходящей длиной волны, с подходящей энергией. И вызывает лавину излучения. Вот поэтому есть мазерное излучение из космоса к нам приходит. Лазерного пока вроде как никто не видел. Ну или по крайней мере я не слышал про него. А вот у нас тут в оптическом диапазоне нашлись такие системы излучающие газовые. Газовые лазеры есть, помните, гелионионовый лазер. Там, где удавалось создать инверсную заселенность. Твердотельные лазеры, полупроводниковые лазеры. Но самые большие проблемы начались тогда, когда потребовалось получить излучение лазерное. Не вот это вот видимого или инфракрасного диапазона. Это относительно просто. А вот ультрафиолетово. Чего только не делали для этого. Вообще, так говоря, есть излучатели, излучающие в ультрафиолете. Но гораздо интереснее так называемая нелинейная оптика. Тут вот что происходит. Падает у вас на кристалл два кванта с какой-то энергией. Эти кванты поглощаются. А может даже не поглощаются, а превращаются в один квант с несколько с другой энергией. С большей, да? Ну, обмениваются они импульсом с кристаллом. Лишнее все дым отдают. А они дальше летят спокойненько, как два кванта с большей энергией. Но, соответственно, в два раза меньше длины волны. Так вот можно получить ультрафиолетовый лазер. Замечательное его применение, например, в хирургии. Если обычный инфракрасон выжигает, когда идет операция в желудке, выжигает там какую-нибудь опухоль, то изо рта у пациента отсасывается дым, идет поток дыма. А ультрафиолетовый лазер очень аккуратный. У него энергия такая, что он просто разрушает органические молекулы, возгоняет их белки. Ни дыма, ни огня, ничего. Очень так вот изящно аккуратно. Видите, как замечательно. Вот такие чудеса готовит нам просвещение век. Спасибо вам за внимание. Всех вам благ. До свидания. Удачи. Здравствуйте. В нашу эпоху увлечения спортивной фигурой на всех упаковках с продуктами обычно печатают информацию о калорийности этого продукта. Калорийность. Сколько там калорий. И вот, значит, человек покупает товар, а он боится перебрать лишнего, покупает какой-то продукт, и он смотрит, так, можно ему и нельзя, так записывает, или галочку ставит, всякие приборчики есть, которые учитывают, сколько съедено. Так вот, знаете, как определяется калорийность этого продукта? Вот не поверите. Дело в том, что вопрос о калорийности крайне сложен. Все зависит ведь от того, какие питательные вещества мы сможем оттуда усвоить. Одно дело, вот, калорийность какого-нибудь там, я не знаю, салата, да, салат, представляете, да, трава такая, в общем-то, листики. Но мы съели, что мы оттуда усвоим? Особенно ничего. Другое дело, если этот продукт съест корова. Корова, там у нее богатейшая, так сказать, фабрика биологическая в желудке. Там бактерии, целлюлезу, клетчатку, то, что мы не можем переработать, мы ее не превращаем в энергию. Они ее осахаривают и усваивают, в конце концов, правильно? А у нас, у каждого человека, вообще-то, индивидуальные свойства пищеварения. Кто-то усваивает молочный жир, кто-то плохо его усваивает. Большинство, например, вот, жителей, скажем так, вот, Европы, ну, и в том числе российских, они плохо усваивают белок, этой самой, в сои, соевый белок. Зато жители Дальнего Востока, вот, да, вот, китайцы, корейцы, японцы, они хорошо усваивают этот белок, да, вот, видите, ну, вот, зато плохо они молоко усваивают, молочный жир. А мы лучше усваиваем гораздо, ну, вот, у нас индивидуальные такие вот свойства наших организмов есть. Как тут быть, какие калории относятся, вот, к чему относятся те калории, что на продукт написано? Докладываю. Все очень просто. Возьмите пачку чая и прочитайте. Очень может быть, что там написана калорийность этого самого сухого продукта. Калорийность определяется следующим образом. Берут продукт, высушивают его. Ну, если это хлеб, значит, высушивают хлеб. Колбаса, высушивают колбасу. Ну, а чай, он уже сухой, высушивать нечего. И сжигают в калориметре. Есть такой прибор, калориметр называется. И вот, сжигая в калориметре, а там все равно что сжигать вы будете? Будете вы сжигать там, я не знаю, топливо какое-нибудь, торф, уголь, я не знаю, там, дрова какие-нибудь, да? Или будете сжигать вот сушеный чайный лист, сушеную колбасу. Вот. Эту вот энергию там и фиксируют. Естественно, та энергия, что написано на упаковке с продуктами, она больше, чем реально ваш организм усвоит ее, да? Ну, правда, это не повод отказываться от учета калорий, да? Эти калории, которые нам, значит, загружают пределы, не более того, они как раз с учетом вот того, что мы на самом деле не все калории усваиваем, используются. Точный анализ нашего энергии выделения, это очень сложная задача, но решаемая. Помещает человека в калориметр, простите. То есть помещение закрытое, изолированное. Воздух, который входит в него, значит, контролируется, контролируется, сколько кислорода вошло, сколько кислорода и сколько углекислого газа вышло из этого помещения. То есть это вы дышите, сколько тепла вы выделили, все это фиксируется. Но вот это, правда, не к продуктам относится, а к нашему жизнедеятельности, к нашему энерговыделению, к нашему усвоению, значит, скажем так, кислорода из атмосферы. Очень важные показатели, так сказать, физиологии дыхания, физиологии обмена веществ для нашего организма. Но к тем калориям, что написано, но покок, это прямого отношения не имеет. Так что вот, с одной стороны, это не те калории, что реально наш организм может усвоить из продуктов, но с другой стороны, на них все равно нужно продолжать ориентироваться. Вот такое вот диалектическое единство противоположностей. Спасибо вам за внимание, всех вам благ, до свидания, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok